Инструкция к музыкальной терапии влюбленности. О чем? Данная лекция о свойствах терапии, ее показаниях и способе применения. Лекция содержит пример пользования и общие рекомендации к ситуации. Для кого? Терапия создана для тех, кто находится в состоянии невзаимной влюбленности, ощущая весь спектр негативных эмоций. Опустошение, гнев, ревность, растерянность, тревога и другое на фоне общего недопонимания в отношениях. Способ применения. Рекомендуется принимать в тихом безлюдном месте с приглушенным светом. В полной темноте эффект от терапии будет хуже. Степень воздействия напрямую зависит от акустики, через которую вы будете прослушивать. В бытовых условиях лучшим вариантом будут наушники. Найти альбом с терапией можно в любом музыкальном сервисе, например, Spotify, Apple Music, Yandex Music, YouTube Music, ВКонтакте и т.д. В каждом из них можно сохранить альбом к себе на телефон в офлайн-режиме или просто добавить в свою медиатеку. Полное название альбома – захожая «Therapy of Falling in Love» – терапия влюбленности. Примечания. Композиции музыкальной терапии создавались не для прослушивания в состоянии общей психологической нормы, но они могут стать опорой для постановок шоу, танцев и включения в аудио-визуальные произведения. Побочных действий и срока годности не имеют. Подробнее о теме влюбленности – неопределенность. Чувство влюбленности знакомо почти каждому человеку. При его описании представляется нечто окрыленное, возвышенное, преимущественно с бабочками в животе. Такое приятное помутнение осознания с приподнятой тягой к жизни от ощущения нового, огромного внутреннего ресурса. Эта сторона влюбленности, хотя и является перекосом, но перекосом положительного заряда, желаемым. Отсюда нередко можно услышать от человека фразу «хочу влюбиться». Однако есть у влюбленности и обратная сторона, причем буквально другая крайность – отрицательный заряд. Как только человек влюбленный чувствует невзаимность и неопределенность в отношениях, все положительные аппетиты, которые были перечислены выше, переворачиваются с ног на голову. Казалось бы, одно и то же слово «влюбленность» в итоге обозначает два абсолютно противоположных полюса чувств. Оба из них являются отклонениями и не считаются нормой для организма, но именуются одинаково. Это как минимум причина не относиться к фразе «хочу влюбиться» легкомысленно, так как последствия исполнения такого желания могут быть крайне разными. Почему даже после тяжелого опыта взаимоотношений человек смело повторно произносит эту мантру? Мы, люди, часто склонны закрывать глаза на темные факты нашего прошлого, оставляя в памяти более благоприятную их интерпретацию. И слово «влюбленность» в таком случае тоже сохраняет свой позитивный окрас. Соответственно, все это буквально замыливает потенциальную проблему и не дает подняться даже дискурсу о том, что с этим можно и нужно что-то сделать, так как человек буквально остается один на один с проблемой, разбитой иллюзиями и завышенными ожиданиями, без инструмента взаимодействия с такой неудобной действительностью. Именно на эту болезненную сторону влюбленности и направлена данная музыкальная терапия. Я выбрал эту тему по нескольким причинам. Первое. В течение жизни с влюбленностью сталкивается почти каждая и не единожды. Второе. В обществе даже названия для этой проблемы нет, ведь влюбленность ассоциируется со счастьем, а не болезнью. Соответственно, этой болезни в теории как будто бы и нет. А если нет, то зачем придумывать решение? На тему несчастной любви написаны тысячи произведений и миллионы песен. Но все они описывают боль. Здесь же, в самой терапии и приложении к ней, я бы хотел затронуть варианты взаимодействия с ней. Третья причина. Я написал данную терапию, будучи сам погружен в эту болезнь. Но об этом чуть позже в этой статье. Подробнее о свойствах музыкальных терапий По итогам статьи «Музыкальная терапия. Живительный эффект», который я недавно выпустил, можно с уверенностью сказать, что музыка может иметь оздоровительные свойства. Меня как саундпродюсера первым делом занимает вопрос, какая именно музыка подойдет для тех или иных недугов. Фундаментальное строение психических расстройств отличается друг от друга, как и от физиологических отклонений. Очевидно, что и музыкальные композиции от случая к случаю должны быть индивидуальны. Но насколько индивидуально это должно быть? Нужна ли для каждого человека своя подборка композиций или же возможно создать специальные музыкальные альбомы, которые будут обеспечивать каждому конкретному расстройству собственную терапию? Понятно, что стопроцентного совпадения эффекта лекарственной композиции от человека к человеку не будет. Именно для этого должен быть выбор. Когда есть альбом, написанный специально под определенное расстройство или болезнь, это упрощает процессы. Ведь в состоянии, например, депрессии желания долго выбирать музыку попросту не будет. А вот выбрать из 10, 5 или хотя бы 3 композиций, предназначенных для такого случая, терпения может хватить. К тому же это упрощает возможность использования музыкальных терапий психологами. В своей практике у них появляется дополнительный, готовый, бесплатный, безопасный инструмент работы с расстройствами. Все, что нужно, это иметь под рукой список названий или ссылки на соответствующие альбомы музыкальных терапий и рассказать пациентам, что это такое и как этим пользоваться. На музыкальных площадках есть большое количество тематических подборок по типу «когда грустно», «тебя это вдохновит», «сегодня печально» и тому подобное. Напрашивается вопрос, а чем они отличаются от терапии? Ответов несколько. В случае с терапией, композитор создает музыку специально для очень конкретного расстройства, с которым он должен быть хорошо знаком, так как ему придется музыкально создать контекст, в котором человек с расстройством или болезнью не почувствует, что его пытаются отвлечь, а напротив, ощутит, что музыка говорит с ним ровно про то, что у него внутри, что даже словами не описать. Кстати, о словах. В терапии, за исключением некоторых отдельных тем, эффективнее будет музыка без слов, так как они ограничивают смысл почти до одного, рисуя картинку, которая может отвлечь от сути, от себя. Музыка со словами уменьшает индивидуальность, она больше проколлективная и получается, что человек как бы проживает свою жизнь косвенно через исполнителя, чувствует сопричастность с ним и с миллионами тех, кто погружается в это состояние вместе с ним. Это отдельная тема, об этом будет целая глава в одной из моих следующих лекций. В случае с терапией, напротив, чаще всего это погружение в себя через новый взгляд, который заложен в композиции. Нужно заново познакомиться с собой, вновь обратить внимание на себя и на то, что вокруг, разбудить ресурсы. С первого взгляда можно справедливо возразить, а вот меня больше воодушевляют песни со словами, особенно когда грустно. Отвечу – да, вполне может быть, и это нормально. Но расстройство, например, депрессия – это ненормальное состояние человека. Человек в депрессии чувствует себя отгороженным от мира, он ощущает себя опустошенным, выскобленным, полой оболочкой. В нем нет ничего, кроме внутреннего мира, но и внутри пустота. Для человека в депрессивном состоянии привычки из прошлой жизни кажутся ничем иным, как актерством и пантомимой, исполнять которую он больше не может и не хочет, в этом больше нет смысла. Другими словами, это полный крах ресурсов, энергии. Поэтому стандартные правила потребления музыки в данном случае не совсем уместны. Нужен буквально хирургически тонкий подход к созданию музыкальной терапии. Музыка может быть формой мышления, которые способны дать шанс посмотреть на себя по-другому, ощутить себя иначе и буквально проявить в себе энергию, путь которой был закрыт. История и причины создания терапии влюбленности Постараюсь, насколько это возможно, кратко рассказать, как терапия влюбленности сработала на мне. Все началось, как полагается, с головокружительной влюбленности, которая в определенный момент начала обрастать неопределенностью и превратилась в невзаимную. И не буду описывать все то, что испытывает человек в этом состоянии. Думаю, большинство из вас могли с этим сталкиваться. Это расстройство, которое без труда может дорасти до депрессии. Спектр разрушающих тебя чувств в этот период колоссален. И кажется, конца этому нет. Тогда меня занимал вопрос, что я могу сделать, чтобы помочь себе как можно скорее выйти из этого положения. Благо, я быстро осознал, что это ненормальное для организма состояние, нездоровое. А значит, можно приравнять его к болезни. А когда принимаешь тот факт, что ты болен, ты начинаешь искать помощь. Как оказалось, первое и самое популярное народное средство в такой ситуации – прием алкоголя. Эта новость меня, мягко говоря, смутила, так как совершенно ясно, что ни себе, ни окружающим от такого способа легче не будет. Временно заглушить эмоциональную боль, вероятно, удастся, но, во-первых, это имеет очень короткий срок, во-вторых, этот срок захочется продлить, увеличивая дозу, что может привести к самым негативным последствиям – полной потери самостоятельности и воли. А в-третьих, на ситуацию это все равно повлияет только в худшую сторону. Второй способ – обратиться к психологу. Тут все гораздо экологичнее, однако я оттягивал с этим вариантом. Мне хотелось продолжить поиски, я не мог поверить, что в 21 веке я не знаю, что мне делать с такой распространенной психологической проблемой и что я даже не обсуждал ее ни с кем и никогда в таком ключе. Все сводилось к фразам типа «да он просто влюбился, пострадает и пройдет, с каждым бывает, ну как ты хотел, потерпи все через это проходили, ну и так далее». А по факту это неумолимо приводит к тому, что человек просто замыкается в себе, ему легче промолчать и не делиться ни с кем своей болью. Да, в итоге в большинстве случаев действительно проходит, но какой ценой? Совершенно точно организму наносится вред, даже если это не всегда имеет внешние проявления, хотя часто все же имеет. В некоторых случаях это приводит к психологическим травмам, которые влияют на дальнейшую жизнь, но про насильственные и летальные исходы, которые имеют место быть в пылу таких чувств, и вовсе печально говорить. Так что нам всем следует иметь представление об этой болезни, находить пути, чтобы избежать ее и знать как можно больше о том, что делать, если это случилось. Подробнее об этом смотрите в приложении к этой инструкции. А сейчас продолжу свою историю. Мне необходимо было провести в пути 3 часа. Обычно в таких поездках я слушаю аудиокниги или отобранную музыку, но в этом состоянии чувствовалась такая щемящая боль, что не хотелось ни того, ни другого, от слова совсем. Внутри была такая каша из мыслей, что было непонятно, то ли это так много мыслей одновременно затуманивает голову, то ли так выглядит полная пустота. Чем бы это ни являлось, это хотелось срочно перебить. Включив плейлист любимых песен, впервые в жизни мне хотелось просто переключать их. Все они казались неинтересными, лишними, а иногда даже раздражающими. Но минут через двадцать очередь дошла до композиции, которая в обычном состоянии никак не трогала меня, казалась скучной и вообще попала в этот список буквально случайно. Забегая вперед, скажу, что я слушал эту двухминутную инструментальную композицию по кругу все оставшиеся два с половиной часа пути. Я словно вздохнул впервые за долгое время. Эта композиция подарила мне два с половиной часа передышки от сильной боли. Как только я получил порцию такого необычного лекарства и частично, временно пришел в себя, я начал анализировать, что же именно произошло. Я и эта композиция словно настроились на одну волну. Между нами не было барьера, как в случае со всеми остальными песнями или даже разговорами с людьми. И у меня внутри и у этой композиции в содержании основой являлась та самая особенная трагедия влюбленности неопределенности. Эта безбарьерная среда позволила мне спокойно перекочевать из своей в трагедию этой композиции. Казалось бы и что хорошего, но разница оказалась колоссальная. Да, я все еще чувствовал внутреннюю трагедию, но та самая щемящая боль комом почти исчезла. Впервые за долгое время мне удалось посмотреть на себя со стороны и от появившегося сочувствия пролить слезы. Это сострадание к себе впустило немного энергии, которой так не хватало. Этот эффект, как и эффект от любого лекарства, тоже конечен. Но у человека появляется немного времени отдохнуть от боли, отвлечься, впустить в себя внутреннюю энергию хотя бы от того, что тебя частично отпустило. И инвестировать ее в планы, идеи или мечты, которые в свою очередь мгновенно активируют процессы в мозге, которые продолжат генерировать энергию после того, как лечебное действие от музыки закончится. Тем самым это может запустить восстановительный этап в целом. Ведь состояние, в которое попадает человек в данной болезни, это положение опустошенных ресурсов, энергии. И чем более оно усугубляется, тем меньше самостоятельность организма вырабатывает новую энергию. Тяжелые фазы депрессии, если говорить простым языком, это и есть отсутствие возможности мозга генерировать новую энергию. Даже когда есть хорошие новости, появляются новые потенциальные смыслы, перспективы, да и просто моменты, которые в обычной ситуации приносили бы радость и удовольствие. Такие запущенные стадии очень опасны. Поэтому важно знать, что все это прямым образом связано с нейробиологическими процессами и требует обязательного обращения к психотерапевту или психиатру. Они определяют диагноз, его стадию и назначат препараты, которые смогут постепенно восстановить способность мозга вырабатывать новую энергию. А с помощью психолога удастся найти в себе и собственной жизни ресурсы, которые активизируют энергию. И как только оба эти лечения одновременно приведут к заполнению энергии минимально допустимого уровня, после которого организм будет способен снова генерировать самостоятельную энергию, то препараты можно будет постепенно исключить, параллельно продолжая прорабатывать свои внутренние и внешние ресурсы. В моем случае организм был способен к самостоятельному восстановлению. Ему просто нужно было немного энергии и всего одна музыкальная композиция смогла обмануть мое состояние, которое блокировало возможность прежним ресурсом снова заработать. С подросткового возраста я коллекционирую композиции, которые меня впечатляют. Всего их чуть более четырех с половиной тысяч. Вернувшись в тот день домой, я мгновенно погрузился в прослушивание этой коллекции в поисках еще хотя бы одного лекарства, которое смогло бы помочь мне. Отобрать было легко, потому что я чувствовал исключительные ощущения, их невозможно было спутать. В таком состоянии на идентификацию требовалось 2-4 секунды, поэтому через 5-6 часов непрерывной прослушки четырех с половиной тысяч композиций удалось найти еще две. Итого за один день у меня появилось три музыкальных таблетки, совершенно разные по форме, но похожие по воздействию на болезни отрицательной влюбленности. Я уже знал, что со мной все будет в порядке, мне просто нужно время на восстановление, так как ресурс был найден. Больше всего теперь меня интересовало, как я могу найти еще такие таблетки, и возможно ли, что эффект от таких композиций может подействовать не только на меня. Ведь симптомы этой болезни у большинства людей идентичны, несмотря на разницу в опыте. Также и в этих трех композициях были разные составляющие, но эффект оказался одинаковым. Вариант заниматься поиском таких лекарств вручную я даже не рассматривал, потому как, если из четырех с половиной тысяч отобранных за 18 лет песен я нашел всего три подходящих, то на поиск еще хотя бы одной у меня могло уйти примерно шесть лет. Болезнь настолько обесценила все то, чем я обладал, что даже не сразу удалось сориентироваться, кто я и где нахожусь. А ведь я саунд-продюсер с более чем десятилетним стажем, специализирующийся не на жанрах, а на исследования различных музыкальных решений. И дом мой — это современная музыкальная студия. Поэтому очевидный вывод заключался в том, чтобы попробовать проанализировать три найденных рабочих лекарства, разобрать их на составляющие в техническом и эмоциональном разрезе и попробовать найти пересечение, а именно найти то, что делает из них лекарство именно от той болезни, которой я был болен, и попытаться создать на основе этих выводов новые таблетки. Понимаю, что идея звучит пафосно и самонадеянно, но для меня важен был потенциал этого решения, так как если удастся создать хотя бы одну композицию, которая поможет хотя бы одному человеку в момент этой болезни, как это произошло со мной, то это будет уже не просто композиция. Основной точкой опоры по созданию лекарства был тот факт, что внутри меня еще жила эта болезнь и кажется, что она была в самом разгаре. Поэтому я дал себе такую установку. Мне известно, что этот недуг пройдет, но неизвестно когда. И пока он внутри меня, действует внутренний строгий фильтр, который может определить, то я делаю или нет. Ведь главным вопросом здесь было не написать просто грустную или трагичную песню. Необходимо было нащупать правила, по которым живут именно чувства этой болезни, и закончить работу ровно тогда, когда болезнь отступит. Я бросил буквально все свои планы и работы и приступил к делу, не отвлекаясь ни на что. Начав с желания создать хотя бы одну таблетку, через два месяца я дописывал шестую композицию, в которой чувствовал, что болезнь уже отступает, и мне все труднее идентифицировать, в том ли направлении я двигаюсь. Это и был знак, что на этом нужно остановиться. Проанализировав все написанные композиции, я все же исключил одну. Как следствие, удалось создать пять таблеток, объединить их в один альбом и назвать терапией влюбленности. Я постарался, чтобы они отличались друг от друга по форме, насколько это возможно, чтобы у нуждающихся в этом людей был вариант выбора. Потому что совершенно справедливо, если для каждого человека будет свой вариант. Или даже не один. Ну или не одного. Я не проводил исследования по данной терапии, и никакой статистики пока что нету. Поэтому гарантий в таком деле отсутствуют. Однако я сделал все, что было в моих силах, чтобы достичь нужного эффекта. При создании этих композиций не было задачи завладеть интересом или сочинить красивую музыку. Поэтому оценивать эти композиции или сравнивать с чем-то бессмысленно. Это лекарство. А лекарство, даже если оно на природной основе, нет смысла употреблять без причины и соответствующего показания. Поэтому аккуратно положите этот альбом в свою аптечку и просто постарайтесь о нем вспомнить, когда это потребуется для вас или ваших близких. Ссылка на приложение к данной инструкции в описании. В этом приложении содержатся подсказки о том, как не попадать в эмоциональную ловушку и как из нее выходить. Это краткое пособие по тому, как быть с влюбленностью, осознавать ее эффект заранее, контролировать появление, подстраховаться, уменьшить потери при погружении в нее, да и многое другое. Будьте здоровы!